Всем привет! Андрей Скорский, Киберок. Занимаюсь развитием экспертизы по выявлению атак и реагинирую на компьютерные инциденты. Всем привет! Меня зовут Антон, я работаю в Positive Technologies. И сейчас мы расскажем вам немножечко про наш продукт, про наш проект открытый. Мы сейчас выступаем от лица комьюнити, Security Experts Community. И весь сегодняшний трек у нас про наши открытые проекты. Можете отсканировать QR-код, перейти в чатик. Там подробнее можно почитать про те проекты, которые уже опубликованы. И в целом мы ставим перед собой целью объединить экспертов для того, чтобы продвигать идею экспертной открытости. Хотелось бы немножечко вводной части рассказать, на что нацелен наш фреймворк, ЕРМАК. Потому что часто многие путают реагирование и техническое расследование. И когда мы говорим о том, что у нас есть цель формализовать этот домен знаний, некоторые люди, особенно специалисты в этой области, говорят, что невозможно формализовать реагирование. Потому что мы, когда приезжаем на реагирование, на расследование, мы обычно производим очень сложные манипуляции. Мы берем жесткие диски, блокираторы записи и так далее. И очень часто ситуации непредсказуемы, разнообразные кейсы. И это невозможно описать и заранее положить в модель. Так основной вектор нашего проекта, он нацелен именно на первичное реагирование для сока. То есть что нужно сделать для того, чтобы текущий инцидент локализовать и не позволить хакеру продвинуться дальше. Нам не нужно восстановить всю цепочку атаки. Нам желательно восстановить все точки закрепления, понять, где он сейчас есть и как сделать так, чтобы он дальше не продвинулся. После того, как, соответственно, вот эти все точки закрепления сделаны, потом проведено расследование. В целом, в рамках вот этого большого реагирования, можно провести какие-то там работы над ошибками и поправить свои процессы. Если же говорить, в чем же заключается техническое расследование, то, как мы знаем, благодаря техническому расследованию можно собрать улики, которые потом применимы в суде. Их можно приложить к материалу дела и так далее. Специалисты проводят глубокий анализ цифровых улик, их собирают, анализируют, строят большие таймлайны, потом выпускают большие отчеты. Это очень часто занимает продолжительное время, иногда даже месяцы. С точки зрения именно реагирования в соке, зачастую очень важно как можно быстрее предпринять какие-то действия и не обязательно строить большущий отчет со всеми подробностями. Сейчас Андрей расскажет немножко про стандарты, потому что прежде чем формализовать какой-то домен знаний, нужно посмотреть, что уже люди в этом домене сделали. Да, спасибо, Антон. Стандарты на слайде, основные, которые мы рассматривали. Первый — это ГОСТ, я думаю, всем известный, очень классный документ, хорошо написан, высокоуровневый о том, как выстраивать процесс реагирования на инциденты, формировать штатку, назначать функциональные роли. И вот это все может помочь нам. Следующий документ — НИСТовый Incident Handling Guide. Соответственно, частично похож на ГОСТ или наоборот. Полезный документ, тоже про организацию процессов. Примечательно показалась такая схема, собственно, тут выделены этапы реагирования на инцидент. И примечательно тем, что они зациклены. Соответственно, мы что-то выявляем, анализируем, потом вычищаем, расширяем скоп анализа, еще что-то новое выявляем. Это вычищаем, все, инцидент закончился, подвели итоги, формализовали, собственно, все результаты. И главное потом эти результаты донести на стадию подготовки, чтобы наша инструктура была более защищена, и мы были более подготовлены к реагированию на инциденты. Еще примечательная мысль, которая в этом документе описана, это то, что в процессе реагирования на инциденты мы должны пользоваться некоторой магической базой знаний, которая нам всячески должна помогать, но конкретики про эту базу знаний, собственно, никакой нет. Также унистай есть CyberSecurity Framework. Это немного другого формата документ. Он покрывает более широкий спектр доменов Appression Security. Здесь выделены функции, категории, саб-категории. Соответственно, функцию тоже можно означать на конкретных людей, подразделения. Ну, уже более формализованная, более структурированная такая информация. Выглядит заполнен в виде она плюс-минус так, ну, с разбиением матрицы. Есть, соответственно, домены, которые непосредственно относятся к инциденту Респонду, ну, собственно, Респонд. Тоже полезный документ. Еще один интересный документ создала инициатива, которая сокращенно называется Какао. Какао — это инициатива, соответственно, которая появилась благодаря некоммерческой организации Oasis. Oasis — это хорошо известно, там более 20 лет, собственно, ну, благодаря этой некоммерческой организации и появились весьма хорошие, годные стандарты и какие-то там обобщения. Собственно, участники инициативы — это большие международные организации, которые так или иначе связаны с прейшн-секьюрити. Это либо вендоры, либо ребят, которые оказывают всякие услуги. Цель инициативы — это стандартизировать, описать стандарт машинно-читаемых плейбуков для всех доменов прейшн-секьюрити. Не только для реагирования, но и для детектирования, сегейшина и всего вот такого. У них это получилось сделать. Согласованный документ вышел, кажется, в 2020 году. Соответственно, приводится пример. Там JSON-чика с описанием полей, для чего они нужны, как их нужно заполнять, какой формат данных, из чего состоит вот этот машинно-читаемый плейбук. Как его подписывать, как валидировать подпись, как его шарить с другому участнику инициативы. Ну и общие инструкции по, в принципе, созданию сценариев. Стандарты посмотрели. Давайте еще разок подумаем, насколько нам эти стандарты помогут, когда у нас произошел инцидент, и нам нужно что-то делать. Помогут не лучшим образом, потому что практически во всех них написано, вы должны подготовить то-то, то-то. Когда инцидент произошел, наверное, готовить уже немножко поздно. Нужно знать, что делать, в какой последовательности, как конкретно делать в вашей инфраструктуре, кто это будет делать, и вообще, в принципе, ваша IT-инфраструктура должна быть к этому готова. Потому что если придет суперкомпетентный специалист, который знает, понимает, что нужно делать, но у него банально не будет сетевого доступа, прав или не будет правильных каких-то модулей в PowerShell, то, собственно, он ничего не сделает. Развитием документов является стандартом некоторых проекта по реагированию. Какие-то публичные, наиболее известные из них, мы с них рассмотрим. ЦИСовский vulnerability response playbook, инцидент в vulnerability response playbook, тоже больше к методичке относится, относится, потому что уровень абстракции достаточно высокий, схемки там нарисованы, ну вот в таком формате, можно оценить, собственно, что весьма абстрактно. Высокого уровня описания процесса, конкретики маловато, сами рекомендации не особо гибкие, но, собственно, это ЦИСа, и она не очень адекватно, ну, не очень восприимчива к обратной связи, и вот, собственно, тех, для кого он напишет свои стандарты. Следующий проект — это Incident Response Methodologies от CIRTA Societage General. Это старый проект, но в прошлом году он был обновлен. Раньше там были схемки по порядка десятка playbook, сейчас стало playbook больше, детализация описания стала больше, выглядит это теперь в тексте, вот как, собственно, на слайдике. Все равно осталось высокоуровневое такое описание самого use-кейса, но в рекомендациях появились детали. Поэтому, в принципе, полезного там достаточно много, количество сценариев тоже увеличилось, можно использовать это как методичку. Следующий проект — это playbook Jellery, в сайте coincidentresponse.org, там представлены плейбуки в виде схем, вот скриншотик одного этапа из одного use-кейса. кейсы тоже высокоуровневые, а рекомендации еще более высокоуровневые и достаточно абстрактные. Десять сценариев, но все равно туда можно поглядывать, перерабатывать их для себя, собственно, в тот формат, который используете вы. Еще один документ, и на сайте Microsoft опубликован, Microsoft ER playbook. Суперхороший документ на самом деле, вот схемка из него. Там всего три сценария, но в целом там три состраниц в PDF-ке, очень хорошо написано про процессы, про все три сценария очень хорошо расписаны, есть конкретика прямо по шагам, что вам нужно делать, какие команды запускать, как к этому готовиться, и так далее, и так далее, и так далее. Но эти рекомендации, они ориентированы на продукты вендора. Ну и, в принципе, всего лишь три сценария. Последний проект — это Atomic Freight Coverage React. Собственно, это фреймворк, который был создан для формализации и написания playbook по реагированию. Там появилась такая сущность, как playbook по реагированию. Была введена сущность со своей структуры playbook по реагированию, выделены стадии по реагированию и некоторые действия по реагированию. Собственно, действия мапятся на стадии, а когда мы пишем playbook? Мы вручную их маппим на стадии. Действия у нас с правой стороны на слайде. Видно, что они достаточно абстрактны. То есть нам нужно сделать что-то на почтовом сервере с помощью функциональности почтового сервера, но нет конкретики, не учтено, что почтовый сервер бывает вообще разный, постфикс, экченж и все что угодно. А даже если взять тот же самый экченж, то на одном ты успешно выполнишь какую-то команду, а с новыми обновлениями у тебя банально эта команда не сработает. Такое конкретики тут, к сожалению, не приведено. Тем не менее, есть полезные всякие штуки. То есть это все равно уже такая формализация, описание знаний по реагированию. Плюс есть аналог Атак-навигатор, это React-навигатор. Собственно, наше действие по реагированию, которое содержится в базе знаний, они раскладываются на матрицу и подсвечиваются, исходя из того, насколько часто они используются в плейбуках цветами различными. Также мы создали плейбук, мы можем, соответственно, его сохранить и потом портировать в The Hive и использовать уже в операционной деятельности. Представление данных либо конфлюенс, либо внутренний веб-сервер. Чем он полезен? Соответственно, вот такое формальное, во-первых, описание представления в виде матриц, в виде хитмэпов различных позволяет достаточно быстро и четко понимать, а что у нас, в принципе, есть с точки зрения наполнения базы знаний и насколько эти знания у нас уже реализованы в структуре. Собственно, приоритизировать и разработку контента, формализацию знаний и описание их, и проверять, насколько оно реализовано. Весьма-весьма полезно в этом. Собственно, проект рассмотрели. Давайте еще раз вернемся к тому, насколько нам уже проекты помогают для... в случае, когда у нас произошел уже инцидент, ну, уже стало получше. То есть мы уже, исходя там из того же реакта или схемок из других проектов, понимаем, что нам нужно делать, последовательность шагов. Конкретики пока что маловато. Приходится все равно идти гуглить на Stack Overflow, где-то смотреть, а как же эти действия выполнять. Но как минимум понятно, кто это будет делать, как это надо делать. И вообще нет нигде упоминания о том, что нужно делать, если вдруг у нас там алерт, мы поняли, что это алерт-инцидент, начали его расследовать, а потом появился второй алерт, и как сопоставлять вот эти два алерта и понимать, что это один и тот же инцидент. Такой информации, к сожалению, ни в одном из проектов нет. Поэтому мы посчитали, что все-таки такая структура базы знаний немножко недостаточная, и фреймворки рассмотрены недостаточные, захотели немножко улучшить, и таким образом появился Ермак, про который начнет рассказывать Антон. Спасибо, Андрей. Раскроем немножечко, что же такое аббревиатура Ермак. Это Enterprise Response Model and Common Knowledge. Про Common Knowledge будет в самом конце. Но в целом основная часть, мы сейчас будем рассказывать именно про то, что такое в нашем понимании вот это Enterprise Response Model. Цели проекта какие основные? То есть прежде всего это предоставить пользователю удобный инструмент для того, чтобы он подготовился к реагированию. Как Андрей сказал, когда инцидент случился, вы начинаете искать рекомендации, потому что в этом случае делать, там всегда прежде всего идут рекомендации по подготовке, что нужно было настроить заранее и настраивать уже поздно. Ну, конечно же, можно, если там выявили атакующего, подождать, что он еще поделает, посмотреть, и тогда можно настроить там какой-то аудит, который забыли настроить заранее. Но в целом лучше подготовиться к каждому инциденту заранее. Дальше. Когда человек сталкивается с инцидентом, ему нужно понимать, какие конкретные действия нужно делать в конкретной его инфраструктуре. Это то, о чем сказал Андрей. Этих рекомендаций нету нигде. Соответственно, хочется сделать так, чтобы в единой базе знаний была вся информация, которая необходима во время реагирования. То есть у тебя случилась компрометация со спрейли на ове пользователя. Ты находишь соответствующие знания в базе знаний и понимаешь, как на конкретном эксченже тебе здесь поступить. Но и в дальнейшем, когда мы сможем довести модель до какого-то там идеального состояния, на наш взгляд, можно уже будет делать автоматизацию, автоматическое построение сценариев и какую-то аналитику над данными проводить. Как появилась вообще идея проекта? Однажды ко мне в телегу постучал мой коллега из другой компании, который, его компания занимается соком на аутсорсинге, и у них, у заказчиков случился инцидент. Пробили периметр, пробили почтовый сервер. Уязвимость была тогда очень в ходу. Proxy Shell. Proxy Logon, извините. И, соответственно, люди, которые занимаются реагированием в обычных компаниях, это чаще всего айтишники. Соответственно, соковцы к ним пришли, говорят, у вас здесь пробили, у вас уже хакеры выгружают с контроллера домена пароли, давайте мы сейчас будем реагировать, вот проведите, пожалуйста, процесс реагирования. И тут начался у них обмен мнениями, что же нужно делать и как устранить уязвимость, или сначала блокировать пользователей, или вообще сеть отключать и так далее. И они ко мне пришли посоветоваться, в каком порядке им что делать и какие конкретные команды нужно выполнять, потому что у них уже КРБ, ТГТ украли. Соответственно, там начались обсуждения, и стало понятно, что зачастую, если человек не занимается реагированием на постоянной основе, что это там не сотрудник инцидент-респонс-тим, а там какой-нибудь обычный безопасник или админ, который отвечает за безопасность, ему необходимо очень быстро понимать, что сейчас сделать, чтобы предотвратить угрозу. Соответственно, начали смотреть вообще, что можно на эту тему сделать, наткнулись на то, что есть хороший проект React, который фактически ставил перед собой задачу формализации домена реагирования, но очень абстрактные там действия. Этому есть свои причины. Ребята, которые его разрабатывали, мы с ними пообщались, они сказали, что назвали свои причины. В основном это то, что очень сложно глубоко погружаться. Это примерно те же причины, почему MyTradTech такая тоже абстрактная, почему там все говорят про техники, но никто не опускается до процедур, потому что они очень разнообразные, и проще описать какие-то более абстрактные вещи и сделать законченную модель, потому что очень глубоко копать можно до бесконечности. Но при этом мы решили, что нам бы хотелось такие знания собирать, потому что они все время витают в воздухе, мы все время это обсуждаем, что кто сделал, какие команды. У тех же администраторов, например, есть какие-то свои повершелскрипты, которые они запускают в вставленном случае. Соответственно, мы взяли проект React, фактически его форкнули. Модель данных у него примерно такая. То есть у него есть сценарий реагирования, который является контейнером для действий. Выписано очень много вот этих действий реагирования, которые обычно используются во время реагирования. Эти действия разбиты на стадии. Стадии стандартные. Андрей рассказывал, что в разных стандартах они прописаны, эти шесть стадий. Дальше мы решили, что нужно эту модель данных немножко развить, добавить некоторые сущности, которых не хватает. Мы добавили, во-первых, реализацию действий реагирования. К каждому абстрактному действию мы добавили возможность написать реализацию. То есть если у нас есть абстрактное действие блокировки учетной записи, то нам нужно сделать реализацию этого действия в конкретной системе с помощью конкретного средства. Так у нас появились средства воздействия и цель воздействия. То есть, если мы, например, возвращаемся к блокировке учетной записи в домене, то здесь у нас будет цель воздействия, соответственно, домена Active Directory с точки зрения ПО. То есть, фактически это учетная запись, но мы здесь говорим именно про ПО, что у нас цель воздействия ПО — это активный каталог, средство воздействия у нас может быть любое. То есть, например, мы можем это сделать через оснастку какую-то, можем через повершил сделать. Соответственно, это будут разные реализации действий реагирования по блокировке учетки в домене. Структура со стадиями осталась прежняя, но мы поняли, что у нас действия, на самом деле, когда мы пишем плоским списком, они у нас не связаны причинно-следственными связями. То есть, они перечислены, но аналитик, когда начинает смотреть в этот плейбук, ему иногда не совсем понятно, почему эти действия друг за другом идут, в каком порядке их нужно реально выполнять. Поэтому мы пришли к тому, что нам нужно действия связывать ресурсами, то есть у действия есть пререквизит и результат. То есть, что нужно, чтобы выполнить это действие, и что мы получаем на выходе. Таким образом, результат одного действия, если он является пререквизитом для другого, у нас получается цепочка из действий, и тогда у нас плейбук обоснован не просто тем, что его сделал специалист, а тем, что у нас есть прям факты, доказательства, что эти действия связаны. Ну и также все сценарии замоплены на некоторые процедуры, то есть есть фактический каталог этих процедур, на которые происходит реагирование. Почему так? Чуть дальше расскажу. Соответственно, есть проект на GitHub, там формально описаны плейбуки в виде YAML файлов, можно запустить, сбилдить вот такой сайтик через mk.docs. У нас видно, что есть профиль инфраструктуры, угрозы, сценарии реагирования, действия реагирования, программное впечатление, артефакты. Это фактически вот все те сущности, которые есть у нас в фреймворке, благодаря которым можно описать область реагирования, домензонное реагирование. Есть темная тема для тех, кто любит темные темы. Давайте посмотрим, что же такое процедура. В целом мы к процедуре относимся, ну она процедура или угроза, мы и так и так называем. Мы к процедурам относимся так же, как майтры, что это реализация некоторой техники. И фактически вот там успешная атака пасворт-спрейнг через ОВУ. То есть пасворт-спрейнг через ОВУ – это реализация техники пасворт-спрейнг, соответственно, это конкретная угроза, и на нее можно написать плейбук. Если мы ткнем список угроз, у нас появляется табличка. Если мы ткнем на конкретную угрозу, мы получаем некоторую карточку сначала, где описана основная информация, маппинг на классификацию майтра-атак, какие-то метки, и самое главное, вот снизу написано связанный сценарий реагирования. Соответственно, на каждую угрозу должен быть плейбук, к которому можем перейти и посмотреть, что же нам нужно конкретно сейчас делать. При этом есть еще вот эта часть артефакта, это те ресурсы, про которые я говорил. То есть когда мы описываем угрозу, мы сразу же… Аналитик описывает, какие сущности там вообще есть из домена ИБ. Это все нужно для того, чтобы дальше формализовывать знания. Если пролистать чуть ниже, после таблички идет конкретное описание этой процедуры, то есть что атакующие делают в ходе этой атаки. Это бывает полезно для того, чтобы, когда вы столкнулись с этой ситуацией, понимать вообще, что происходит у вас в инфраструктуре. Дальше есть сценарий реагирования, к которому вы можете перейти по ссылке из таблицы. Тут хочется описать некоторые моменты, к которым вам могут встретиться. Если у вас такая иконка книжечки нарисована, это значит, что у вас есть вложенный сценарий реагирования. Как мы знаем, у нас действия очень часто повторяются. Например, компрометация учетной записи в разных атаках может участвовать. Соответственно, мы описываем плейбук для конкретного кейса, и в нем могут быть части, которые где-то уже повторялись. Поэтому мы сделали вложенные плейбуки для того, чтобы можно было их включать. Если видите вот такую зеленую стрелочку по цифре 2, я знаю, что это как раз реализация абстрактного действия. Мы видим, что у нас есть там поставить аккаунт на мониторинг. Мы можем поставить его с помощью какой-то системы, которая у вас есть. В данном случае на примере MPCM, но здесь, соответственно, каждый пишет свою реализацию, которую хочет. Также для того, чтобы удобно составлять плейбуки, можно задать его основной скелет, и те действия, которые еще не реализованы, абстрактные, или, например, плейбуки, которые вложены, вы хотите сделать, они пометятся специальным образом для того, чтобы их потом заполнить. Перейдем к действиям реагирования. Действие реагирования описывает абстрактные действия, которые вообще нужно совершить. То есть здесь нет конкретики, как конкретно это выполняется. То есть здесь как раз удалить файл. В принципе, удалить файл – очень абстрактное действие. На разных системах оно может делаться по-разному. Вы можете это делать удаленно, вы можете это делать через консоль, через какие-то скрипты и так далее. Соответственно, абстрактное действие такое. У него есть тоже карточка. И самое основное здесь, наверное, это то, что у него есть ссылка на стадию, к которой это действие относится, и есть ссылки на те реализации, которые относятся к этому действию. Конкретно реализация этого действия реагирования. Про реализации сейчас подробнее расскажет Андрей. Да, мы подошли как раз к тому, чего нам не хватало. Какой детализации нам не хватало в предыдущих проектах, в реакции не хватало, собственно, реализации. Как Антон сказал, что, соответственно, то или иное действие можно делать разными софтами. И важно то, что разными софтами можно делать на разных софтах. То есть у нас есть какой-нибудь IDR, он на Linux делает это с помощью одного модуля, с помощью одной команды, на MIDI делает с помощью другого модуля, другой команды. В общем, так или иначе, нам нужен некоторый перечень ПО, поэтому у нас появилась сущность программного посещения, и в интерфейсе это выглядит приблизительно вот так. Как выглядит, соответственно, карточка ПО на примере SolDR? SolDR расшифровывается как System of Orchestration of Second Control Detection and Response. Это продукт класса IDR, который разрабатывается компанией Positive Technologies и CyberRock. И в ноябре прошлого года он стал публично доступный. Собственно, мы создали сайт проекта с его описанием, и в открытой репозитории выложили его исходный код. Также там есть докер-образы, и можно их скачать и за три команды попробовать использовать у себя. Собственно, карточка SolDR, сначала идет табличка с основными полями, ID-шник, короткое описание, кто завел карточку, даты, и ссылка на, собственно, проект. А ниже мы видим уже в красной рамке введена список имплементации, то есть реализации действий, которые можно выполнить, собственно, с помощью этого продукта. Они собираются автоматически, то есть сюда их записывать не нужно. Собственно, как выглядят сами реализации действий? Они могут выглядеть по-разному, но у них одинаковые структуры карточки, тоже более-менее стандартные поля, и тут самые важные поля – это Means of Action и Target of Action. Собственно, Means of Action – это то, ну, мы должны написать то, с помощью какого программного запрещения мы можем выполнить, ну, то есть там, к чему относится эта реализация, здесь написано SolDR и его CPE-шка. И Target of Action – это, соответственно, на каких узлах мы это можем выполнить, на каком поле мы это можем выполнить. Здесь пример реализации сбора файлов, соответственно, модуль в SolDR и кроссплатформенный, он для WinLinux и, по-моему, даже под Mac, поэтому, собственно, они указаны с теми CPE, звездочками, потому что на любом Никсах и Винде это можно сделать. Дальше идет описание, ну, там основная часть, собственно, она может быть представлена как в виде инструкции, например, как здесь, потому что модуль интерактивный, мы должны в него зайти и, собственно, выполнить некоторые действия. Выбрать нужный узел, отправь мне такой-то файл, мой внешний истребатит. Также может быть и код. Соответственно, здесь реализация отзыва куки-пользователя для Outlook Web Access делается она с помощью PowerShell, то есть, опять же, описание, что делается, а потом уже идет имплементация самого кода, либо файлик прикрепленный, либо сроки кода, который мы уже можем прям просто копировать и выполнять, либо же парсить и забирать свой SUAR и автоматизировать, соответственно, свое реагирование. Собственно, какие, в принципе, были полезные реализации, то есть, если вы какой-то вендор, который делает продукт, который помогает при реагировании на инцидент, вы можете, соответственно, добавить свой софт туда, в общий репозиторий с базой знаний. И поскольку вендор лучше всего знаете, как использовать ваш продукт, как он может помогать при реагировании, то, соответственно, написать этих самых имплементаций, ну, то есть, конкретику к этим действиям. Если вы какой-то администратор, либо просто EBS-специалист, используете какие-то open-source утилиты, либо встроенные утилиты, тот же Bash, PowerShell, что угодно, соответственно, вы тоже можете поделиться этими знаниями и добавить имплементации для них. Также можно, в принципе, написать инструкции с картинками, текстом, как угодно, и кто-то другой из комьюнити подключит и напишет, соответственно, какие-то скрипты, которые уже, по-моему, могут при автоматизации. Все, что добавляется, конечно же, должно еще валидироваться экспертами при реагировании. То есть, помимо того, что команда корректно выполняется, она должна, собственно, реализовывать тот результат, который мы, собственно, хотели. Если там отозвать вкуку, то, соответственно, понимать, что этого действия будет достаточно, а не то, что у нас скука отозвалась и потом заново почему-то появилась. Действий много, соответственно, реализации действий может быть еще больше, потому что под каждое действие может быть несколько различных софтов, с помощью которых это можно сделать, и чтобы, соответственно, пользователь, который уже использует этот контент для реагирования, не запутался во всем этом и создали, соответственно, профиль инфраструктуры. То есть, вы можете указать те софты, которые используются конкретно у вас, соответственно, как общие инфраструктурные софты, так и те софты, которые, соответственно, вам помогают при реагировании. И указав, соответственно, вот этот свой перечень с конкретными CPI-шками, вы получите при открытии, при просматривании плейбука только те реализации действий, которые актуальны для вас. То есть, если у вас там не было бы солдера, то здесь бы не увидели имплементацию в солдер. Ну, соответственно, у нас в тестовой структуре был профиль, и указаны только солдеры в PowerShell, поэтому имплементацию только в них. Также есть удобный гибкий поиск по всем сущностям, которые хранятся в базе знаний. Соответственно, вбиваем какое-то ключевое слово и видим список этих сущностей, где, собственно, это слово сматчилось в самой сущности. И отсюда же можно перейти непосредственно в эту сущность, посмотреть ее карточку. Так, ну, у нас еще есть некоторые планы, как этот проект развивать. И про ближайшие планы я кратенько расскажу. Есть такой проект, я надеюсь, знаете, использовали, AttackFlow, который позволяет в таком схематичном виде быстренько с помощью веб-конструктора создавать схемки, которые описывают цепочки атак. То есть, используя, соответственно, атомарные сущницы, там, измайтера, атак, стиксы и так далее, собирать их в цепочку, чтобы это, ну, и строить такую цепочку просто с помощью веб-конструктора. И она сразу получается формализована, потому что вы используете уже готовые сущности из майтера атак. Мы ее форкнули, AttackFlow мы форкнули, сделали и ResponseFlow, собственно, чтобы можно было делать такие же цепочки по реагированию, формализовать плейбук и рисовать к нему вот такие вот схемки. Собственно, вот примеры реализации для ResponseFlow, только там хлопнуты артефакты, которые связывают действия друг с другом, потому что схема совсем была бы большая. Проект уже есть на GT, соответственно, можно им пользоваться. Еще одно дальнейшее развитие, там план по дальнейшему развитию. Мы хотим сделать такой некоторый список рекомендаций, то есть, когда мы пишем реализацию действия, у нее выделяется определенная часть с препарейшем конкретного для этого действия, что если мы запускаем PowerShell, то используем какой-то модуль, вы должны заранее установить этот модуль, разрешить исполнение скриптов, дать права, и для каждого действия прописывать такую часть, соответственно, потом, исходя из вашего профиля, эти инфраструктуры, их просто выпаршивать и подсвечивать, а что вам нужно сделать, чтобы все, что вы можете использовать для реагирования, у вас инфраструктура была к этому готова. И на выходе получаем такой чек-лист. В принципе, похожий чек-лист есть как раз-таки в Microsoft Incident Response Playbooks. Выглядит он таким образом. Пока по ближайшим планам все. Но мы еще расскажем немножко про модель данных, графы, семантические связи. Антон? Спасибо, Андрей. В качестве направления дальнейшего развития проекта хотелось бы еще больше формализовывать наш фреймворк. Как я говорил, там есть артефакты, и благодаря артефакту мы хотим связывать между собой действия для того, чтобы у нас в дальнейшем когда-нибудь плейбуки могли генерироваться автоматически. А также, Андрей немножечко об этом говорил, если мы хотим связывать разные инциденты друг с другом, то через вот эти артефакты, или там мы их называем ресурсы, их можно использовать для того, чтобы связывать разные кейсы вместе. И, соответственно, это все у нас будет как часть большой базы знаний, в которой реагирование занимает только одну часть, чтобы можно было, например, связывать домен детектирования с доменом реагирования, и автоматически вы могли понимать, что вот эта самая процедура, на которую у вас сработал детект, на нее вы можете отреагировать тем или иным способом. Поскольку проект React, он входит в группу проектов Atomic Third Coverage, мы, соответственно, посмотрели, тоже вдохновлялись их подходом по организации единой базы знаний по управлению контентом в СОКе, и фактически их идеи нас вдохновили на то, чтобы заняться построением такой большой базы знаний. Как сейчас это устроено в ATC, у них, в принципе, есть несколько доменов, то есть там реагирование ATC React, в качестве домена по эмуляции они взяли Atomic Red Team, ATC Mitigation, они свой такой фреймворк сделали для того, чтобы Mitigation описывать. И вот юзкейсы, которые фактически должны все соединять, они пока у них связаны только с доменом детектирования, но в целом оно, как мне кажется, должно вот так быть. По крайней мере, нам бы хотелось, чтобы была бы вот такая едина база знаний, в которой действия атакующих, а не в центре, и через них все связывается. Соответственно, мы можем легко понять, что у нас случился какой-то инцидент, сработала там какая-то корреляция, мы могли понять, какие данные нужны для того, чтобы эта корреляция у нас работала, что в следующий раз проконтролировать, что эти все данные заведены, какие-то настройки, соответственно, Mitigation тоже, что нам нужно было сделать, чтобы этот инцидент не случился, и что проконтролировать, чтобы в дальнейшем такого не повторялось. Ну и, соответственно, Response Playbook — это что сейчас делать. Тут, к сожалению, что-то с цветами, но на самом деле тут разные цвета на слайде. Тут есть часть, которая покрашена синим, это то, что сейчас есть в составе ATC, и есть красные части, это то, что нужно дописать, чтобы вот те стрелочки, которые я показывал, появились. Но дальше, если мы говорим про то, что окей, мы можем связать, сказать, что вот эта процедура связана с этим плейбуком, но здесь будет опять-таки завязка на экспертные знания, и мы будем верить эксперту, что эксперт сказал, что вот такая конкретная процедура, на нее нужно реагировать вот этим плейбуком. Причинно-следственных связей не видно. Соответственно, нужно больше семантики. Если мы вводим вот эти артефакты, тут можно, в принципе, как бы не пытаться всматриваться, просто это схема о том, что на самом деле, если выделить артефакты, вот digital артефакт в середине, то через него можно связывать разные домены, соответственно, можно погрузиться на более глубокий уровень абстракции, что ли, или, короче, на более подробный уровень, и, соответственно, дальше мы уже можем различные действия связывать друг с другом и автоматизировать то же самое построение плейбуков и анализ даже процедуры действия атакующих. Как это выглядит с точки зрения вот той схемы, которую я уже показывал. То есть у нас вот есть вот этот ресурс, есть какая-то процедура, которая такая формальная, такой узел на графе, да. Если мы ее также формализуем и опишем, как некоторую последовательность действий, и эти действия также должны быть связаны через ресурсы, то мы можем понять, что ресурсы у нас будут пересекаться, и тот ресурс, который появляется в результате действия атакующего, именно на него мы хотим отреагировать. То есть, например, атакующий закидывает на взломанный компьютер какой-нибудь там вредоносный файл, он его там запускает, а в процессе реагирования мы хотим именно этот файл удалить и завершить процесс, который запустился в результате там старта этого файла. Соответственно, мы начали смотреть в эту сторону, начали смотреть, где бы нам найти эти ресурсы, как нам формализовать эту область. Пришли к тому, что есть замечательный раздел, который называется управление знаниями, симметические технологии, графы знаний и так далее. Вот здесь изображена схемка из одного исследований, из исследований про то, как графы знаний применяются в сайбер-секьюрити. И вот здесь вот из протеже, скрин, как мы взяли вот такие артефакты из одного из проектов, в котором люди уже поработали и хорошенечко их перечислили и взаимосвязи между сущностями уже проставили. Этот проект называется MyTradeFend. В принципе, как раз-таки у них вот такой подход был. Они взяли, сделали свою антологию, у них есть набор ресурсов, которые связаны друг с другом. Они назвали ее Digital Artifact Anthology. И именно через эти ресурсы они связывают два домена. То есть они связывают домен атак, то есть они MyTradeAttack матрицу мапят на эти ресурсы. То есть что атакующие такого делают, что эти артефакты появляются или изменяются и так далее. И у них есть вот эта матрица MyTradeFend, в которой они формализовали те функции средств защиты, которые есть. То есть они именно анализировали программные средства, что в них реализовано. То есть антивирус, например, умеет файлы сканировать, яро правил запускать и так далее. Соответственно, они хотели понять, какие функции средств защиты на какие действия должны реагировать, как они мапятся между друг с другом. Поэтому они сделали промежуточный такой слой. Эта идея нам очень понравилась. Мы решили, что надо попробовать взять их ресурсы и применить к нашему домену. Только у нас будет не функция средств защиты, а действие при реагировании. Соответственно, что у них получилось? У них есть некоторые файлы, у них есть некоторые сущности, которые выстроены в иерархическом порядке, то есть фактически стандартная антология. И они различные функции мапят на эти действия, извиняюсь, на эти ресурсы из разных доменов. То есть они мапят и функции на этот ресурс, и действия атакующих на тот же ресурс. Таким образом, у них получается большая такая схема. Из-за того, что два мира замаплены в одну сущность, они могут понять, как эти два мира связаны. То есть, например, если они анализируют репутацию отправителя, они анализируют e-mail сообщения, а есть у атакующего local mail collection. Соответственно, мы можем проанализировать и задетектировать эту технику атакующих. Мы, тут тоже можно не вчитываться, мы применили этот проект к нашему, Defend применили к нашему проекту, и попытались связать различные действия реагирования через вот такие ресурсы. И у нас получилась достаточно стройная картинка. Сейчас будет немножко поближе, можно тут даже что-то рассмотреть. Здесь плейбук по фишингу. То есть, здесь прям можно проследить связь, как меняются артефакты от действия к действию. То есть, сначала у нас есть письмо, потом мы извлекаем из него тело письма, в теле у нас может быть ссылка, и ссылки DNS имя. DNS имя резолвается в IP-шник, а IP-шник можно заблокировать. Но вернемся к текущему состоянию. Это все, что я рассказывал, мы туда идем. А о текущем состоянии у нас будет сегодня воркшоп. Мы расскажем, как можно писать плейбуки с текущим наполнением, как создавать свои плейбуки, как действия добавлять, как имплементации добавлять, как софт добавлять. Значит, если видно QR-код, можно еще раз просканировать, перейти в чате к нашему комьюнити. Мы обсуждаем открытые проекты, соответственно, свободное обсуждение. Есть кодекс поведения для того, чтобы не было различных токсичных инцидентов. В принципе, кодекс поведения стандартный для open-source. Также у нас будет спринт по написанию корреляций. В предыдущем докладе ребята рассказывали про то, как писать корреляции с помощью плагина. И по следам этого рассказа и дальнейшего воркшопа мы хотим провести спринт для того, чтобы можно было открытой репозиторией с правилами наполнять экспертизы совместно. Спасибо. Ребята, спасибо большое вам за выступление. У нас осталось достаточно времени на вопросы. Так что, пожалуйста, я сейчас выдам вам каждому по футболке. Вы можете выбрать себе любимого автора. У нас есть вопрос. Я первый, да? Да-да-да. Отлично. У меня такой вопрос, насколько вот эти плейбуки превращаются в код и в сценарий, если это дать опытному пентестеру. То есть можно сказать, что там в 5 или в 10 раз можно что-то происследовать. То есть понятно, что плейбук это здорово, но идеальный вариант это получить уже готовые исходники, чтобы все работало. Не очень понятно, в какой код должно превратиться. Ну вот у вас есть этот плейбук, дальше что мы делаем? По реагированию, да? Ну да. Да, Ермак. У вас есть плейбук Ермака, дальше что мы делаем? Но дальше есть несколько вариантов. Вы можете, либо, когда у вас случился какой-то инцидент, найти процедуру, что у вас случилось. Например, у меня вот учетку угнали, да, или там скомпрометировали какой-то сервер. Перейти на плейбук и понять, какие действия нужно сейчас выполнять. Но это дело человека, разумеется. Человек, да. А вы как-то измеряли социально, насколько быстрее человек реагирует? То есть есть какие-то измеримые оценки, там, в 5-10 раз? Измеримых оценок нет, но это точно быстрее, чем если человек, который вообще не понимает, что ему делать, начинает гуглить, идет на стекуэрфлоу, какие-то крипты и так далее. Просто если как-то, это совет такой, можно сказать, если вы как-то это измерите, это будет очень круто, и этим точно будут пользоваться. Я добавлю. Есть такой в лаборатории Касперского Сергей Солдатов. Он очень любит метрики измерения всего. У него есть блок, там точно есть измерение помощи ARP The Hive, собственно, реагирование на инциденты и вообще в Operation Security. А еще есть SWAR, соответственно, который там вряд ли в метриках используется, но можно попросить его, чтобы он измерил еще и что-то для SWAR. Спасибо. И второй вопрос. Есть такое перспективное направление, Secure Governance Risk Compliance. И он уже использует и MITRE, и DEFEND, и, разумеется, стандарты. А вот как-то вот плейбуки Ермака и другие, можно ли туда тоже как-то внедрить, или это пока непонятно, как это сделать? Это про недопустимые риски, да? Ну, можно ли как-то плейбуки туда внедрить, что они могут быть потенциально использованы, да, для того или иного заказчика, чтобы потом Secure Governance Risk Compliance платформа вынесла какие-то рекомендации? Или вы пока еще не копали в этой теме, просто соединить одно с другим? Вот это такой тоже вопрос. Спасибо. Еще не копали. Да, это Compliance не компали, но потому что, по большому счету, там надо дополнительные сущности вводить, там как-то вот логику дополнительную придумывать. Когда слово риск звучит, это уже прям какие-то вероятности сложной тематики, и вот это все. Куда проще, когда у тебя есть угроза, техника из MITRE, понятная, и ты не можешь конкретных, понятных действий по реагированию написать без оценки рисков. Спасибо. Спасибо за доклад. Некая классная инициатива, особенно то, что можно комбинировать различные процедуры для создания различных плейбуков, потому что, опять же, частая проблема, когда у тебя в одном плейбуке есть какой-то набор процедур, ты делаешь новый плейбук, он ссылается на другой, и это, мне кажется, существенно может упростить. А есть ли какой-то уже опыт, когда вот, собственно, данный фреймворк использовался, может быть, в какой-нибудь небольшой компании или уже в копейческом соке, где много плейбуков? То есть есть ли уже опыт какого-то прям такого продакшн-использования аналитиками? Спасибо за вопрос. Но из команд сок, наверное, больше всего им пользовались ребята из нашего сока, из ПТ, потому что я первым, кому пришел, это к ним, говорю, ребят, вот смотрите, вот есть такая инициатива, вот я сделал, мы с ребятами объединяемся, они активно докидывают, у нас есть такие-то идеи, давайте вы посмотрите, как у вас в операционной деятельности это работает. И они к нам сделали контрибьют, и они нам дали фидбэк. Вот, я не скажу, что они, наверное, им пользуются прям как своим основным каким-то инструментом, что они прям с ним именно работают, но они пытаются его применять и дают фидбэк, как его можно улучшить, чтобы им было удобно пользоваться. Я немного тоже добавлю, собственно, почему мы решили показать и рассказать это здесь, во-первых, на секции комьюнити, и в принципе рассказать, не для того, чтобы похвалиться, какие мы там молодцы все придумали, потому что, условно говоря, там стандартизацию структуры плейбук в те же самые вот инициативу Какао с крутыми ребятами, членами этого комьюнити, в принципе, это сделали. Фишка в том, чтобы вот они сделали стандарт, и я усердно гуглил, не нашел ни одного применения этого стандарта, нигде. То есть последняя активность этого комьюнити была в 20-м, кажется, году. Ну, там, ковид, все дела, там что-то не разбежались, но нигде не применяется. То есть, условно говоря, какой-нибудь там Carbon Black там есть, ну, не Carbon Black, ладно, там, эластики всякие и прочее. Ну, то есть ребят, которые в любом случае занимаются реагированием, у которых есть там сфуары, какие-то молоды по реагированию, и нигде у них не упоминается, что мы используем, что мы пришли к этому стандарту. У всех написано по-разному. В общем, прийти к единому стандарту и начать все-таки совместно использовать это в рамках комьюнити, потому что, когда каждый у себя там в своем формате пишет эту экспертизу, потом никому не дает, и, собственно, никакой комплексной базы знаний не получается. Мы решили рассказать, чтобы прийти к единому стандарту и можно было контрибьютировать то, что вам не жалко, поделиться с другими экспертами, соответственно, в общей репозитории и использовать уже совместно. В данный момент, ну, вопрос, в данный момент только наш, сколько занимаетесь? Во-первых, мы из разных компаний, я не работаю позитивнее. Ну, честно говоря, просто Ермалку не так много времени. Совсем. Ну, фактически сейчас такой первый публичный релиз. Да, и работать там очень много, то есть именно сам фреймворк сделать, ну, куда больше все-таки по модели данных и как это все правильно связать, а потом еще и наполнить. Вот. И, собственно, мы сюда пришли как раз-таки с предложением наполнять ее. То есть модель данных в каком-то виде придумали, мы открыты абсолютно к обратной связи и обсуждению, что-то поменять, добавить. И, собственно, по модели данных, по фреймворку, ну, есть какие-то планы, но точно можно расширять, можно заводить ИШУ на ГИТе, писать в Терегу, как угодно. Да, запрос именно пока на наполнение, на практическое использование. Хочется, соответственно, раскачать так, чтобы, ну, саму модель данных, чтобы, вот, собственно, от подготовки инструктуры и харденингу, подготовки, настройки аудита, детекты, потом, соответственно, investigation, response, чтобы это все было в единой модели знаний и работало действительно. А вот здесь мужчина давно поднимал руку, дайте, пожалуйста, микрофон. Там выбрать, мне кажется, надо. Спасибо за доклад и спасибо за инициативу. И два вопроса. На кого все-таки рассчитан этот фреймворк? Вы в начале выступления привели пример, как вот некий факт комплементации к РБ-ТГТ. Приходят люди, ничего не знают, они далеки от ИБ. Разумеется, те люди, которые занимаются реагированием, и так знают, что делать надо. А вот эти люди ничего не знают. И в то же время, чтобы понять, вот к какому сценарию мы идем, мы должны хотя бы уметь идентифицировать до процедуры уже, как нас поломали. Вот. И вторая часть, кто валидирует сценарии в открытом вашем проекте? То есть особенно те сценарии, которые юзеры будут контрибьютить, и они, например, завязаны на какое-то коммерческое ПО другого вендора, разумеется, не у всех оно есть. Как вот планируется вот именно валидация этих сценариев? Для кого нацелена? Да, для кого нацелена? Наверное, два больших профиля использования, соответственно, один это просто пользователь, а это может быть кто угодно. Просто мне понравился оговорок, если кто-то занимается реагированием, он знает, как реагировать. Если вы в грейбах записаны, не всегда там люди хорошо на свои грейбы, в смысле, это группа, там реагировали на инцидент функциональной безопасности по ГАСТу. Не всегда люди умеют хорошо и качественно реагировать, поэтому, если вы хороший эксперт и знаете, как хорошо реагировать на то или иную угрозу, этим знанием будет, за эти знания вам будет благодарна вся комьюнити. Вот. Увы, часто реагируют неправильно, супер неправильно. Просто пример у вас был такой, поэтому и вопрос. Даже что... Давай я приведу пример к РБ ТГТ. Вот. Когда задампанули, ну что, нужно сбросить два раза пароли учетки, правильно? А то, что вас параллельно отлетят фениксы, потому что там немножко по-другому устроен керберс и так далее, и еще куча других нюансов, ну, такой себе. Ну, то есть всегда есть нюансы. И, собственно, за этим мы, собственно, и организовали общую публичную базу знаний, чтобы те, кто знает эти нюансы, те, кто уже споткнулся и ударился об эти грабли, смог об этом рассказать. Про валидацию, наверное, соответственно, первый профиль пользователя это пользователь, а второй это как раз крутые эксперты, которые уже прям детально знают, как, что, где реагировать, и, собственно, являются создательными контентами. Ну, то есть в мейн-трейнерах этого проекта, открытого, да, есть, по сути, полный спектр всех вендоров, и вы можете провалидировать те сценарии, которые вот завязаны на какие-то проприетарные системы, там, реагирования, XDR и прочее, да? В мейн-трейнерах пока нету таких вендоров, вот, инициатива открытая, соответственно, хочется, чтобы люди присоединялись, те, кто обладает экспертизой, вместе, валидировали это все. Конечно же, есть некоторый пул экспертов, который может, ну, базовые вещи, они разбираются в реагировании, но в каких-то проприетарных вещах они могут не разбираться. Поэтому, если там, какой-то там редкий софт по реагированию, который там будет добавляться, ну, кейс-бай-кейс будем смотреть. Просто проект заявлен как открытый, а получается, у вас там в примерах было, вот, первая строка, это даже не публичная, скажем так, с помощью PowerShell, а вы сразу завязаны на PT, XDR. Вот в чем вопрос. Это был, там был MPCM, вот, это просто скрин, соответственно, есть абстрактные действия, публично публикуются, как это можно делать с разным ПО, если у вас, например, там, другой вендор, да, и вы часто реагируете, не знаю, там, другой CM, вы хотите поставить аккаунт на мониторинг, вы можете прийти, написать, и вам будет благодарный пользователь, у которых такой же CM. Соответственно, просто та экспертиза, которая есть у нас, например, мы и делимся. Мы не можем писать, как бы, действия реагирования по системе, которым мы не пользуемся. В том-то и вторая часть вопроса, как бы, как будет валидироваться, что я вам напишу, и где-нибудь в конце, там, или в сценарии напишу, там, формат C, например, ну, либо какие-то вещи, которые не очевидны в сценарии, пока ты не воткнешь их в реальную железку, в реальный, вот, программный продукт. Это суперкрутой заход. Закладки в рекомендациях действия по реагированию. Это лучше, чем протроение на библиотеке питона. Конечно, круто. Ну, вообще, по идее, все равно, наверное, валидатор будет эксперт со стороны вендора. То есть, написать контент может кто угодно, и он может быть очень хороший, потому что, ну, не только эксперты там по какому-то продукту работают в вендоре. И часто даже это не так, но валидирует, наверное, все-таки пускай будет вендор. Мы исходим к этому. И при этом маленькое замечание, там есть метки у плейбуков, соответственно, там есть аппрувт, и до валидации плейбук, ну, у него метка, что он не зааппрувленный, соответственно, когда вы смотрите, вы можете понять, что он был не зааппрувлен еще. Спасибо. статус меняется. И еще оговорка, да, относительно скрина, на самом деле, прям косячок, потому что, ну, по факту у нас как сейчас два, наверное, пользователя, там, сайберок и позитив. Вот у меня нет имплементации по СЕМ, потому что Антон сделал не из публичной репозитория скриншота, а из своего внутреннего. Вот. Ну, то есть, в публичной репозитории такой штуки сейчас нет. Ну, тут как бы каждый вендор должен доносить, или там сотрудник вендора доносить в этот репозиторий и говорить, что вот такие-то есть реализации. Не обязательно, кстати, сотрудник вендора может прийти любой человек, который использует тот или иной продукт, и который им владеет. У меня, кстати, очень короткий вопрос к золу. Просто мы вчера рассказывали тут про всякие веб-шилы, как и детекты и так далее, и меня спросили, а можно ли вот, вы с LDR им хотите детектить, можно ли с LDR подружить с ELK? Ну, с ELK можно подружить все, естественно. И, собственно, мы на первом этапе дружили с HELK. Кто-нибудь HELK пользуется? Кому-то будут полезные имплементации для HELK? Ну, там запрос, вот это все. Да, да. А, полезно для примера. Окей. Ну, в общем, у нас один пользователь из зала, это HELK, да, кажется? Ну, можно сделать, на самом деле, прикольно. У нас еще время, наверное, для одного или двух вопросов. Еще раз большое спасибо за доклад. Вопрос следующий. Вот мы написали плейбук, было бы неплохо его протестировать. Например, вот у Nitro есть отдельный проект с Caldera. Будете ли его как-то впиливать в этот фреймворк, чтобы там, не знаю, была... Мы написали фреймворк, нажали кнопку, типа, протестировать, и попробуем теперь посмотреть, а как оно работает на практике. Ну, пока мы до автоматизации еще не дошли, нам нужно сначала проработать модель данных, для того, чтобы эти автоматизации, они были не точечные для конкретных кейсов, которым вот мы сейчас разобрали, да, чтобы они там вот в будущем, если у нас плейбуки будут автоматически генериться, мы сможем их замапить и на Caldera, и на другие средства автоматизации. Вот, соответственно, тогда это можно будет делать. Пока что это больше как база знаний у нас работает все. Нет, вообще суперправильный вопрос. Это, собственно, такой вопрос, очень похожий вопрос, являлся предпосылкой в том числе к широкой модели знаний, которую рассказывал Антон, скрестить разные домены. То есть симуляцию атаки, detection, investigation, response через use case и прогонять это в полном цикле. Ну, потому что, как бы, реализацию от simulation до response я не видел нигде. Соответственно, я сам использовал от симуляции до detect и верификацию, собственно, detect. Это вот как раз таки, ну, в планах точно есть, Caldera точно используется, соответственно, просто response еще туда не подъезжал, ну, и для этого, собственно, немножко модель данных сильно надо поменять, чтобы это хорошо автоматически работало. Доделать, а не поменять. Ну, поменять, да, поменять, в смысле, от того, от моих там legacy подходов. Спасибо большое, у нас время закончилось. Ребят, ребята, ребята. Ребят, спасибо вам большое за выступление, всем спасибо за внимание. У нас сейчас будет небольшой перерывчик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова